Привет всем! Многие комрады уже высказались по поводу нового проекта закона о приравнивании сожительства к браку. Я уже на эту тему раньше высказывался, сейчас в углу ссылочку дам, так что по этой теме ничего не добавлю. Но вот какая мысль мне пришла в голову. Хочу поделиться двумя моментами. Мы, конечно, подпишем и петицию, и будем ходить на разные форумы и площадки, сигнализировать и протестовать и так далее. Может быть, даже что-то из этого выйдет. Но в принципе, в целом, этим людям, в общем, покласть на все эти конституции, нормы. Я помню черновик закона о равенстве полов. Там было написано примерно следующее. Мужчины и женщины равны, точка. Призыв в армию и более ранний выход на пенсию не считается ни равенством полов, точка. Когда этим людям нужно, они напишут все, что угодно. Они постановят считать квадратное круглым, круглое квадратным. У них правосознания никакого нет. Это не важно. Интересно другое. Есть ли какие-то положительные стороны в том, что сейчас происходит? Я думаю, что есть, как это ни странно. И, возможно, то, что они сейчас делают, сделают больше для мужского движения, чем все предыдущие наши кампании, флешмобы и так далее вместе взятые. Сейчас поясню. Дело в том, что, как и в любом произведении, автор, когда что-то пишет, он, с одной стороны, повествует некий сюжет. С другой стороны, за этим сюжетом всегда скрывается то, что автор неявным образом сообщает даже против своей воли. Он сообщает о себе, об эпохе, в которой он живет, о своих представлениях, о ценностях. В общем, до некоторой степени произведение автора является его зеркалом, отражением. О чем сообщает нам этот закон? Ну, для нас конкретно это не сюрприз. Мы все-таки в этой среде крутимся. Но многие люди, которые еще про это не знали, они узнают. Что они узнают, если задумываются? Во-первых, они узнают кое-что новое о самом браке. Закон имплицитно сообщает нам, что это плохая вещь, которую люди не хотят. Это неудобно, это плохо, это похоже на какое-то неудобство в лучшем случае, а в худшем случае на грязную вонючую лужу, а в еще худшем случае на капкан волчий. И эта вещь настолько плоха, что ее приходится впаривать. Ее нельзя уже продать. Не тот товар, который продает сам себя. Хороший товар не нужно ни рекламировать, ни продавать. Он сам продается. Там в очередь люди записываются. В этом случае вам товар нужно впаривать. Продавать его уже нельзя. И так большинство знало, что эта вещь не очень хорошая. И женщины, которые хорошо зарабатывают в брак, особо не стремятся. И вы сами знаете почему. Но теперь об этом узнает гораздо больше людей. Об этом узнают все, так или иначе. Люди будут проходить это на уроках общества знаний еще в школе. Мамы мальчика будут вынуждены им рассказывать это. Ну, те, у которых с головой в порядке, вынуждены будут рассказать о такой засаде. Так что, во-первых, государство прямо расписывается в том, что брак отвратительная вещь. Настолько отвратительная, что людей нужно туда загонять. Примерно так же, как армейский призыв. Пока еще не так, но в общем близко. Я думаю, кстати говоря, до призыва это вопрос времени. До этого тоже дойдет. Вторая вещь, о которой этот закон сообщает, это кто эти люди, которые эти законы придумывают и вносят. Кто они по жизни? Как они мыслят? Каковы их ценности? Лидеры, как мы все знаем, бывают разные. Вести людей вперед можно совершенно разными способами. Например, можно было бы вести их, вдохновляя личным примером. Вся властная верхушка была бы образцовыми семьянинами, с многодетными семьями, с крепкими отношениями, такими патриархальными, ну или хотя бы равными, неважно. Ну, в общем, гармоничными хоть в каком-то стиле. Но нет, мы все знаем, что властная верхушка устроена по-другому и живет по-другому. И на личный пример в этой области не способна. Разве что как не надо делать. Это они умеют показать. Можно было бы, как в случае с не очень хорошим товаром, с падением продаж, немножко потратить больше на рекламу. Сделать ее чуть-чуть более талантливой. На товар это, конечно, никак не повлияет, но хотя бы, по крайней мере, вы не заставляете людей покупать ваш товар под дулом пистолета. Еще есть вариант, как в плохом бизнесе. Обезьяньи бизнес. Пачка сока, на ней крупно написано 100%. Подходишь ближе, написано дальше 100% качество. На боковой стенке, которую не видно спереди, написано процентное содержание сока не менее 30%. Это такой мухлеж на таком глобальном промышленном уровне. И, наконец, прием, который применяется с подписками. Все знают, да, какой-нибудь там мобильный оператор говорит «У нас бесплатно два месяца чего-нибудь». Звездочка и внизу мелким шрифтом. «Через два месяца абонентская плата составит бла-бла-бла, бла-бла-бла». То есть вся надежда на то, что вы не прочитаете этот шрифт и сообразите, что вас накололи только тогда, когда с вас уже снимут деньги за один-два месяца. Хорошо, если не за полгода. Такое мошенничество в законе. То есть все знают, что вы грязный бизнес ведете, все знают, что это грязный прием. Закон не нарушили. Но все знают, что вы грязно ведете бизнес, люди. И вот именно к этой сфере, по-моему, ближе всего то, что предлагают данный момент. Пять лет живите бесплатно, потом наступит сюрприз. И написано это будет мелким шрифтом в Семейном кодексе. Или в Гражданском кодексе, не знаю, куда они это будут вписывать. Есть только одна проблема, товарищи бизнесмены от политики. Те, кто мухлют соками и пишет стопроцентное качество, обычно поступают таким образом. Рано или поздно публика просекает, что вы продаете фигню, особенно если до этого это был более-менее вменяемый товар, и перестает его покупать. И бизнес на этом месте делает что? Он просто эту марку прибивает, этот бренд, изобретает новый и начинает продавать его сначала в хорошем качестве. Первые там 2-3 месяца. То есть старый бренд просто накрывается медным тазом и в это же время готовится новый, выводится на рынок. Таковы-то, господа, когда сейчас обрушите и монетизируете таким образом брак, что вы будете выводить вместо него, когда ничего больше не останется? Что будет вашим следующим товаром? Что будет вашим следующим соком? Ничего нет. Вы тупы. Вы не можете просчитать на 5 шагов вперед. Что на 5? Даже на 2 шага вперед не можете просчитать. А что вы потом будете делать? Люди же сейчас просекут все последствия. Они просекут их быстро. Ну да, он не займет какое-то время это просечь. Что вы будете делать потом? Можно ведь было совершенно другим путем пойти, да? Можно было наконец начать как-то этот товар негодный, никому не нужный. Начать все как-то исправлять. Или что-то улучшать, или проводить ребрендинг, редизайн. Не знаю, там, версия 2.0. Выпускать несколько версий на рынок для разных там категорий. Можно даже было просто его накрыть его медным тазом и придумать что-то новое. Но это надо работать над этим, и нужно дизайн продумывать. Нужно совершенно новую систему придумать. Брак 2.0. У вас целые институты, блин, сидят там, социологические эти, управленческие, хрен знает чего. Вы не понимаете, насколько масштабная работа должна быть проделана, чтобы вывести такой новый продукт на рынок. Как брак 2.0. А у вас нет никакого горизонта планирования. Обезьянь и бизнес. Украл я на пальму. Это то же самое, абсолютно. Только речь не про какую-то фирму-одноневку, а про брак. Целый институт брака. Вы сейчас занимаетесь его обналичкой. В этом смысле делаете столько всего для борьбы с ним, сколько не сделал ни одно мужское движение в мире, наверное. В общем, мы постепенно входим в фазу «чем хуже, тем лучше». Третьим пунктом, со звездочкой, тут, конечно, еще вылезают представления нашей власти о народе. Но тут ничего нового. Тягловый скот, лемминги, расходный материал. Им это нужно с какой-то там целью, мы не знаем с какой. И поэтому они заставят эти массы кого-то приманкой, кого-то под угрозой, кого-то обманом. Представления о людях просто как о ресурсе. Совершенно открытые. Если подумать, то это, в общем-то, позорище. Для власти. И для морали. Как-то так. Всем пока. Дядюшка Мокус, можно я кину в них грязью? Что ты, бомбин? Да, это палачи, люди. У них могут быть хорошие деньги. Компино. Это палачи. Компино. Аппарат. Компино. Компино. Как. Компино. Компино. Тайминга.